Фомин Кеносовский в своей книге приводит, это впервые я встретил, где приводит икону серии Родионерского, где Мамаевская побоище, Куликовская битва, не Мамаевская, Куликовская битва изображена, извините, полностью, и Мамаева тоже, Куликовская битва. И там показано на этой иконе, что это сражались русские с русским, то есть тяги из той и другой стороны одинаковые, люди одинаковые. Это просто две системы сражались, сражались ведической системой против христианской системы, и все. А ведь нам как преподносили, что это нашествие татар было, которых никогда не было в природе, просто того, кто назначен татар, это финно-угорские племена. И это говорю не я, можете меня послать подальше, потому что я могу сказать все, что могу сказать. Это говорит генетика, опять-таки замалчит об этом. Изучение генетики, так называемой, кажется, астраханских татар показало, что 98% генетика это финно-угорская генетика, и только 2% примеси тюркской. Так вот скажите, может 2% примеси принципиально влиять на 98%? Конечно нет. Так что те же самые, кого называют сейчас татарами, дурят направо и налево. Потому что они относятся к славяно-арийским народам так же, как и русский народ. А теперь их натравляют друг на друга. Вот и пожалуйста.